День добрый. Здрасте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши с вами встречи. Сегодня мы начинаем передачу с продолжения разговора с Татьяной Александровной Анатольевной. Прошу прощения, мы с ней договорились в прошлой передаче, что она позвонит именно сегодня. Я вас слушаю. Алло. Алло. Да, да, Татьяна Анатольевна, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Значит, я себе напомню то, что я успел. Я могу вам напомнить. Ну, пожалуйста, напомните. Ну, значит, диабет второго типа с инсулино-потребностью, диабетическая и макроэмер, и микроангиопатия, сопутствующие заболевания, аутоиммунный периодит, компенсация, элементарно-конструкциональное ожирение второй степени, гипертоническая болезнь третьей степени, второй степени риска, органическое заболевание головного мозга, псориаз, псориатическая атропатия, узелковая форма, компенсионная и шимическая невропатия средних нервов, хронический цистит вне обострения, пиелонефрит, латентное течение. Здесь пиедемия, жировой гепатоз, хронический вирусный гепатит В, минимальная степень активности, варикозная болезнь нижних конечностей, вторичный лимфостаз, неопатия. Вот, в общем, вот такое безобразие. Да, безобразие, действительно. Это действительно безобразие, это такое безобразие, которое я давно уже не видел. Ну, насколько безобразно, что я, в общем-то, конечно, одно время вообще в шай пала. Что, 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 что? Одно время? Ну, народное выражение в шай пала, в общем, депрессия страшная была. А, понятно. А депрессия была от чего? Ну, это после того, как меня разнесло до 99 килограмм. Понятно. Значит, Татьяна Анатольевна, как нам вот в этой ситуации быть? Органическое заболевание мозга, что имеется в виду? А я вам говорила, мне в 27 лет не вылечили сотрясение. Ну, сотрясение это было за два года, а потом у меня сильный, в общем, срыв был сильный. Я в психиатрической больнице, голодом лечилась. Нет, ну, понимаете, органическое заболевание мозга, это нечто другое, понимаете, в общем, вся штука-то. Я поэтому не очень понимаю, сотрясение мозга, оно вылилось во что? В какие-то изменения, в кисту? Оно сначала вылилось в сильные головные боли, но я как-то терпела. Ну, вы женщины вообще же терпеливые, я была очень терпеливая. Ну да, если судить о вас, да. А потом у меня я прямо, в принципе, заговариваться стала. То есть, срыв у меня произошло. Я понял вас, я понял вас. Ну, у меня стопроцентный контроль, и благодаря этому, конечно, я вовремя. Значит, простите, значит, Татьяна Анатольевна, будьте добры, пожалуйста, в силу того, что куда ни ткни, везде клин. Да. Везде клин, и причем все клини угрожающие. Да. Вот что. И под всеми клиними мешок с лекарствами. Ну да, могу перечислить, что мне при ежедневном приемке. Нет, ну, Господи, зачем? Это дело врачей. Это дело врачей. Значит, как нам вот в этой ситуации быть? Как вы считаете? Ну, в общем, я второй год с вами, как бы, вас слушаю практически еженедельно, но только там сперируем я с небольшими. То, в общем, я проводила очищение тогда, в смысле, вот это месячное, пила куниевы, это все. В общем, экстренное очищение. Я уже к вам дозванивалась, у меня было сильнейшее обострение. В чем это выразилось? В чем выразилось это обострение? А, вот в чем обострение. У меня началась, значит, боль, сильнейшая началась боль сначала в крестце, вот. И перешла она, как бы, вот в седалищный нерв, а потом пошла по всему бедру. Так, и вниз. Это по правому. И локализовалась в это, в правом колене. Но так локализовалась, что я не ходила, в общем, перебежками по дому переходила. Ну, я вам звонила, в общем, мне сказали срочно, этот длинный этот эппликатор, час я лежала утром, и по 45 минут перед сном на то, и на другом боку. Угу, так. В общем, у меня потихоньку, потихоньку, потихоньку я отошла. Два месяца я записалась, два месяца ждала приема к ревматологу, за это время я более или менее... Понятно, что сказал ревматолог? Что сказал ревматолог? А, что я ревматолог? А, ну, ревматолог как раз меня и послала сначала на консультацию, а потом вот в ревматологическое отделение, вот мне там поставили псоретический артроз впервые за 60 с лишним лет. Понятно. А болею я с детства. А псориаз у вас сколько времени? А с детства, ну, надо сказать, он у меня с такой, ну, как тут написано... Как каплевидная форма. То есть волосяной части головы с детства. Ага. А периодически, ну, вот особенно когда гепатитом, конечно, меня обсыпало, но не полностью, а вот такими бляшками. Ну, я про то и говорю, каплевидная форма это называется. Да-да-да-да. Да. Хорошо, значит, Татьяна Анатольевна, что вы делали, от чего у вас появилось вот это вот обострение возникло? Как вы думаете? А, два раза я провела экстренное очистение. С макнезией. Вот теперь понимаете, какая штука-то интересная? Ага. Значит, вот это вот самое главное мероприятие, которое, если это можно назвать мероприятием, да, по отношению к самому себе, это вот самое главное действие, которое мы должны с вами делать. Понятно. Это называется экстренное очищение и тюбаж. Вот тюбаж у меня, это, два камня болтаются. Ничего страшного, а какие камни-то размер? Полтора и один из семь. Ну, успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь? Да. Ну, ладно. Вот, значит... Да, я вам говорила, что я только несколько раз пыталась провести диету. Ага. Гречневую. Гречневую, да. И у меня почему-то... Вообще, первый раз я четыре дня провела, и у меня началась прямо рвота. Так. Второй раз я только до двух дней. И все равно вот эта шта подходит и подходит, когда... Ну, видимо, или у меня плохо перераскивается Гречевна, все-таки это... Понятно. Теперь вы мне скажите, пожалуйста, вот сейчас короткие вопросы, ладно? Пожалуйста, постарайтесь мне ответить. Значит, как вы питаете? Сдробно? Ну, как все диабетики? Да, стараюсь дробно, но у меня иногда срывы происходят по полнолуниям и налолуниям. Ну, это замечательно, особенно по новолуниям. Просто великолепно. Понимаете? Могут... Все, что-то великолепно. Ну, понимаете, какая штука, потому что это вообще смешно. Простите, Татьяна Анатольевна, вы грамотный, образованный человек. Ну, и... Ну, да. Высшая когда-то была. Ну, тем более, понимаете, какая штука. Сказать, что Луна не влияет на наше состояние, влияет. Влияет. Ну, не до такой же степени, понимаете? Не говоря... Не говоря уже... Простите, Татьяна Анатольевна. Не говоря уже о том, что мы родились в этих условиях, понимаете? То есть наш, собственно, организм к этому влиянию Луны давно-давно адаптировался. И мы из этой адаптации, из этой ситуации, мы его выколачиваем сами. Поэтому, пожалуйста, по этому поводу я даже говорить не хочу. Это пусть... Все понятно. Да пусть это... Этим занимаются те, кто большие деньги за это просит. Все понятно. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, мы начнем с вами... Вот с чего. Питание. Нарушаете в чем? Нарушаете в чем? Переедаю иногда. Вот, пожалуйста. Лучше семь раз поесть. Ага. Но с разрывом в три-четыре часа. Чем переесть? Это ваша ситуация? Угу. Это первое. Да. Второе. Значит, воды сколько? Воду я уже давно полтора литра употребляю. Понятно. Будьте добры, пожалуйста. Значит, немножко поднимайте. Хотя бы грамм... Хотя бы еще на один стаканчик поднимайте. Ага. Так, пожалуйста. Значит, с сегодняшнего дня вы делаете три масла. Так. Три масла. Вот о них я в этих передачах, которые наговаривал на август месяц, мы записали. Значит, три масла. Масло петрушки, масло укропа и масло чеснока. Петрушки, укропа. Масло чеснока. Укропа, чеснока. Да. Исходным маслом для вас должно быть обязательно льняное. Льняное я сейчас... Я уже вот как начала... Очень хорошо. Очень, очень хорошо. Это для вас... Не могу остановиться. И не надо, потому что у вас есть необходимость в этом. А необходимость заключается в том, что у вас чудовищный дисбаланс по всем параметрам. Понимаете? Поэтому вопрос, так сказать, для нас с вами сейчас, вот тогда, когда мы обсуждаем, заключается в том, каким образом собирать вас в кучу назад. Понимаете? Из этого раздробленного состояния по зонам. Поэтому, пожалуйста, льняное масло помогает нам это делать как раз, потому что омега-3, омега-6 в правильном балансе, основные полиненасыщенные жирные кислоты в правильном балансе необходимым человеку. Понятно? Это защита сосудов, это много чего. Теперь, для чего нужна петрушка? Для того, чтобы попытаться скоррегировать состояние мочевыводящих путей? Угу. Понятно, да? Это я все помню, да. Очень хорошо. И, пожалуйста... Сейчас очень много петрушки ем и делаю вот эту вот, намазываю на бутербург именно творог с минным маслом и туда добавляю укроп, петрушку. Очень хорошо, понимаете? Зеленый лук. Ну, вот еще могу скажу, что сказать насчет чеснока. Я ведь сделала льняное масло тогда с чесноком и с этим... Да. Ну, с луком-то. Да. Настояла, все процедила, но, вы знаете, не могу употреблять. По-моему, это из-за чеснока. А он вам очень нужен. А он вам очень нужен. А у меня работа начинается. Ой-ой-ой, я все прекрасно понимаю. Очень нужен, очень нужен. Понятно? Да, понятно. Значит, делайте... Секунду. Татьяна Анатольевна, послушайте. Ага. Берете, делаете это масло и в тройной-в тройной смеси, по чайной ложке, вот в блюда, вместо вот жиров растительных, да, вы употребляете эти масла. Но всегда в тройном варианте. Чайная ложка петрушки, чайная ложка укропа и чайная ложка чеснока. Понятно? Все вместе, да? Да. Потому что вот микро- и макроангиопатия, причем такая, так сказать, генерализованная форма, которая у вас есть, понимаете, в силу диабетического состояния, понимаете, нам надо как-то организму помогать с этим справляться. Ага. Да. Понимаете, вот сейчас вы уже можете четыре дня провести на гречневой диете. И думаю, что на четвертый день даже не будет тех реакций, которые у вас возникают. Может возникнуть эта реакция на пятый день. Понятно? Да. Спокойно переждать. И тогда, когда возникает вот этот вот рвотный рефлекс, да, самый тяжелый, под ними сразу же провести экстренное очищение организма. На следующий день как бы? Нет, прямо в этот день. Прямо в этот день? Прямо в этот день. Ага. То есть, понимаете, какая штука? Рвотный этот самый рефлекс возникает не в силу отравления, а в силу, так сказать, совершенно других причин, связанных с состоянием тонкого кишечника. Алло, Татьяна Анатольевна, вы слышите меня? Ай-яй-яй-яй-яй, ну она сейчас позвонит, я надеюсь. Ай-яй-яй. Так. Как нам в этой ситуации поступить? Потому что это ведь... Понимаете, друзья мои, почему я так подробно сейчас с Татьяной Анатольевной разговариваю, почему я попросил ее нам позвонить? Потому что ситуация, которая у нее... Вот так она обрисовала, вот в такой вот конструкции с такими тяжелейшими, так сказать, проявлениями и нарушениями, и все, по сути, у половины людей наших, которые дожили до 60-летнего возраста. Почти у всех, понимаете? И атеросклероз, и ангиопатия, то есть сосудистые изменения, которые... И проблемы с печенью, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, и сахар, и холестерин, и все, все на свете, все. Понимаете, вот это типичная картина. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами вот в этом понимали, как нам поступать. А поступать нужно здесь все очень просто. Надо себя защищать от главного и принимать то, что не угрожает катастрофой, но достаточно неприятно, скажем так, реакция организма. Но их надо переживать. Именно поэтому, так сказать, вот я и прошу Татьяну Анатольевну начать делать гречневую диету, но каким образом? Может быть, Татьяна Анатольевна меня слушает. Может быть, она слушает. Значит, начинает проводить гречневую диету. Вот возникла вот эта самая ситуация. Такого своеобразного отравления. Причем у людей, страдающих диабетом, гречневая диета вызывает такое своеобразное обострение, на которое надо всегда обращать внимание. Скажем, у них вот такие вот позывы, вот как бы вот подготовка к рвоте или это вот такое вот напоминание или намек на рвотный рефлекс возникает. И в первый день, первый день или второй день начала гречневой диеты, как правило, резко повышается, резко манифестируется вот сахар в крови. Понимаете? Поднимается сахар в крови. Иногда за 10 единиц. Понимаете? Значит, таблеточки второго типа, я имею в виду, таблеточки тут нам серьезно очень помогают удержать. Но самое главное, зачем надо смотреть? На следующий день, как правило, уровень сахара резко падает. Да, вот он там, скажем, сегодня к вечеру там 10 единиц. Ну, таблетками я справился. Довел там, скажем, до 6-7 единиц. А на следующий день, с утра, у меня вместо 6-8, 3,5-4 единицы сахара. Вот что надо иметь в виду. Тогда, когда диабетик проводит гречневую диету, надо очень серьезно смотреть за сахаром крови. Вот это обязательно. Обязательно. И уже коррегировать все самостоятельно. Теперь смотрите. Ну, а второе, я уже сказал. Вот этот вот уровень вот какого-то такого очень странного, странной антитоксической реакции. Когда организм требует особого внимания, что ли, именно к этой самой токсической проблеме. И его начинает рвать. И, как правило, вот если, так сказать, взять эту неприятность, которая из человека вышла, там не гречка будет. А там будет такой достаточно серьезный токсический сброс. Вот что имеется в виду. Причем, и там может быть и желчная кислота, и все. Понимаете? Поэтому надо этот момент пережить, и надо помочь организму с этим справиться. И именно поэтому прошу экстренное очищение организма с тем, чтобы промыть весь желудочно-кишечный тракт. От желудка, от, извините, рта до самого выхода из нас, до ануса. Все надо промыть. И обязательно 2-3 дня сделать перерыв. Не продолжая гречневую диету. А через 2-3 дня вернуться к гречневой диете. И начать снова ее. Снова есть гречку. Вот, Татьяна Анатольевна, говорю специально это для вас. Чтобы вы это начали делать. Вы начали это делать. Так, начали это делать. Видите, я сейчас сосредотачиваюсь, по сути, на одной позиции, которая называется состояние желудочно-кишечного тракта, гастроэнтерологическое состояние, плюс состояние эндокринной системы вашей. Потому что от нее сейчас будет зависеть очень многое в вашем движении вперед. Вот это обострение произошло, 3 дня подождали, снова вернулись в гречневой диете. И снова живете вы в гречневой диете. 3 дня, 4 дня, 5 дней произошел вот такой сбой. Когда мы говорили, снова повторить все то, о чем я вам сказал. Провести экстренное очищение и так далее. Опять 3-4 дня переждать на своем питании. А через 3-4 дня снова вернуться к гречневой диете. И таким образом дойти до полноценных двух недель. И вы начнете себя чувствовать сразу намного лучше. Вот что очень важно вам сейчас. А вот в дальнейшем надо думать, как поступать и строить программу. Думаю, что дальше бы хотелось подключать скепидарные ванны. Но это не факт. Зависит, что делать дальше от того, как вы сможете пройти вот эту самую гречневую диету. Вот к этому надо отнестись очень внимательно. Татьяна Анатольевна, значит, это вот основное, что вы должны сделать. Масла, о которых я говорю. И недаром чеснок у вас вызывает такую же точную реакцию, как, извините, гречневая диета. Потому что это два фактора решающие. Они могут помочь вам, вашему организму, выйти из той, ну, заподнив, в которой он попал. Вот в чем дело. Эти три масла ввести в гречневую диету обязательно и в собственную еду. Да? И обязательно добраться до двухнедельного режима гречневой диеты. Очень внимательно смотреть за сахаром крови. За сахаром. Ну, соответственно, гипертония и все остальное, что у вас есть, вы должны за этим наблюдать. Давление будет меняться, поэтому все надо отслеживать. Ваше состояние, критические зоны надо обязательно отслеживать. Вот так вот, Татьяна Анатольевна. Если у вас будут какие-то вопросы, попробуйте позвонить сразу. После сегодняшнего эфира у меня будет пять минут времени буквально с тем, чтобы мы с вами закончили разговор. Пожалуйста. Ну, что же, у нас остается одна, буквально 40 секунд для того, чтобы продолжить нашу передачу. До перерыва 40 секунд остается. Ну, а после перерыва мы с вами продолжим наше общение. Я жду ваших звонков. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...